Девушки отдыхают Тристо сорок шестой, работу разрешаю Тристо сорок шестой, понял Тристо сорок шестой, подбит, покидаю Тристо сорок шестой, подбит, экипаж спускается на парашютах Тристо сорок шестой, подбит, экипаж спускается на парашютах Главное, уйти тихо. Тогда можно продержаться. А на базе о нас уже знают. Не знаю. Возглавил группу энтузиастов, тренер-инструктор по рукопашному бою, офицер запаса Алексей Алексеевич Кадочников. При разработке методики основной упор был сделан на отечественный опыт, математическое моделирование рукопашного боя, знание законов механики с использованием системы рычагов и крутящих моментов. Созданная система в корне отличается от всех существующих и доступна в освоении. Алексей Алексеевич, опыт Великой Отечественной войны показывает, что каждый третий летчик во время боевых вылетов был сбит и вынужден был после приземления самостоятельно добираться до своих войск. При этом он преодолевал различные заграждения, двигался в лесу, очень самостоятельно выходил к своим войскам. Сейчас в наше время тоже есть зоны вооруженных конфликтов. Наши летчики тоже бывают сбиты, падают и оказываются в таких же ситуациях. Сейчас созданы центры выживания, в которых мы проводим целенаправленно подготовку летчиков по выживанию. И столкнулись с такой проблемой, что летчику нужно учить стрелять, владевать приемами рукопашного боя. Каждый офицер, тем более летчик, должен и обязан владеть системой рукопашного боя, то есть выживанием. Как сложно в центрах выживания это научить летчика? Наша задача состоит, чтобы в короткий промежуток времени, около месяца вполне достаточно обучить его, можем сделать и обязаны это. А если мы готовить будем специалиста высокого класса, ну немножечко, чуть побольше в виде сборов. Я смотрел эпизоды с участием ваших ребят. Человек не обязательно должен быть спортсменом, чтобы владеть этим стилем, этой системой. То есть раненый, больной, ослабленный физически, он может вступать в рукопашную схватку противникам и выходить победителем. Большое значение имеет в нашем деле, в частности, летного состава, действие на территории, занятого противником, летчику, работать четверть силы. Что это дает? Значит, увеличить возможности его видеть, смотреть, слышать, понимать и реагировать на любые команды. Вот как выйти летчику от противника, вот принцип его действий. Надо уходить любым способом. Хорошая маскировка, с хорошей ориентировкой. Без ориентировки уйти невозможно. Это первая и основная задача, которую должен летчик применять, и используя всевозможные ловушки. Если даже он обнаружен, он должен использовать круговые движения на местности и все время уходить. Без боя. Без боя. Летчик, находясь на территории противника, должен действовать спокойно, без единого выстрела, и работать тихо, спокойно, чтобы его не засекли. Если засекут его, ему живым не уйти. Поэтому он должен применять все то, чему его научили. В чем же основные достоинства системы Кадочникова? В чем преимущество этого стиля рукопашного боя по сравнению с боевым самбо и со столь популярными сейчас видами восточных единоборств? Система Кадочникова позволяет раненым и уставшим вести рукопашную схватку с противником с использованием всего, что попадется под руку или вообще без оружия, и побеждать. Этот стиль позволяет длительное время сохранять силы, что особенно необходимо летчику, сбитому над территорией противника и вынужденному добираться к своим. Этот стиль легко доступен для обучения, так как в нем используются в первую очередь законы механики, знакомые всем еще со школьной скамьи. Этот стиль не требует длительного механического заучивания приемов, как в других видах борьбы или в упражнениях рукопашного боя из наставления по физической подготовке. Этот стиль позволяет по ходу схватки применять приемы, порядок построения и выполнения которых человек определяет сам, исходя из положения противника, его физического и психического состояния, а также состояние грунта, погоды, наличие растительности и других факторов. Главный принцип этой системы – не отвечать силой на силу противника, а стремиться направить ее в нужном направлении. И противник с вашей помощью выведет себя из строя сам. Это не спорт, а схватка на поражение. Результат грамотной работы – увечья или гибель противника. И это не жестокость, а жизненная необходимость. Таков закон выживания на войне – ты или противник. Целью разминки является подготовка вашего тела к предстоящим нагрузкам. В бою на разминку времени нет. Это упражнение не только помогает размять плечевые и грудные мышцы, но и дает подготовительный навык к защите от ударов. Работа таза, ног, суставов должна быть очень четкой. Их подвижность даст вам в бою преимущество во времени и скорости. Обратите внимание, движение в суставах идет в нескольких плоскостях одновременно. Умение правильно перемещаться в пространстве поможет сберечь ваши силы. При выполнении упражнения на пальцах старайтесь, чтобы подушечки их были перпендикулярны земле. Упражнение «Крокодил» очень хорошо разогревает мышцы всего тела. Чтобы сделать его правильно, не поднимайте таз и голову выше 10 сантиметров от земли. Руки ставьте шире. Посмотрите на модификацию «Крокодила». Задача этого упражнения – держать ноги партнера на уровне глаз, не сгибая рук. Теперь вы можете перейти к упражнениям на умение управлять телом на земле и в кувырках. Внимательно посмотрите, как выполняются кувырки. Разложите их для себя на фазы. Твердая поверхность и малая скорость позволяют делать кувырки правильными. Не отрывая рук от колен, управляйте телом за счет махового движения ног. Запомните, все разминочные упражнения – самостраховка, кувырки – должны служить практической цели и являются элементами рукопашного боя. Задача этих упражнений – уйти с линии выстрела. Обратите внимание, уходя вниз под выстрел, можно сместиться, если левую ногу отставить, а правую бросить в сторону. Посмотрите еще раз. Посмотрите другие варианты. Еще один вариант. Таз идет к земле, затем руки и потом туловище. Так обеспечивается мягкое приземление. Запомните, при выполнении самостраховки нельзя падать на вытянутые руки, пытаясь смягчить удар. Туловище должно скользить под линию огня по плавной кривой, как самолет при посадке. Основную стойку или положение, в котором можно вести бой, мы называем рамкой. Она может быть нижней и верхней. Перемещение в рамке производится по принципу шаг с подшагом. Все движения идут от таза. Ноги всегда должны быть согнуты в коленях. Вот так вы можете проверить, правильно ли вы держите себя в рамке. Так начинается работа в рамке. Обратите внимание, рука не отбивает, а пропускает удар за счет смещения таза. Посмотрите еще раз. При работе с оружием рамка сохраняется. Смотрите, таз движется параллельно земле. Центр массы туловища не прыгает, а идет по одной линии. Это позволит вести эффективный огонь в движении. Отработку техники начинайте с освобождения от захватов и удушений, которые часто встречаются в рукопашной схватке, особенно если вас хотят взять в плен. Подхват за локоть с проворотом туловища и присаживанием вниз дает возможность работать малой силой. Проворот руки движением туловища и таза помогает опрокинуть противника. Подтягивая локоть противника, вы избегаете полного удушения. Смещая при этом таз в сторону, вы заставляете его терять опору. Помните, в бою противника жалеть нельзя. Приучите себя к этому на тренировке. Посмотрите, как работают таз и туловище. Рука обороняющегося только помогает им. При освобождении от захвата за руки не делайте рывков. Приблизьте туловище к своей руке. Работайте силой туловища, а не руки, используя рычаг. Посмотрите еще раз. Приседая, вы смещаете противника, у которого закреплена рука. В вашей работе не должно быть догм. Ищите сами последовательность выполнения действий. Использование рычагов – основа рукопашного боя. Применяя их, вы с меньшей силой победите физически более сильного противника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В предыдущем фильме вы познакомились с основами рукопашного боя Кадочникова. Увидели, как выполняется разминка, как осуществляются уходы от захватов, какой должна быть основная стойка. Теперь переходим к главному. Приемом защиты и нападения, конечной целью которых является уничтожение противника. Основа рукопашного боя – это использование системы рычагов, моментов сил, инерции, вращающих моментов. Рычаг первого рода – коромысло. Почти всегда присутствует при разгибании. Рычаг второго рода – тачка. Рычаг третьего рода – пинцет. Посмотрите, в данном случае рука играет роль рычага первого рода. Обратите внимание на то, как за счет неподвижности точки опоры возникает вращение. Теперь та же рука используется в виде рычага третьего рода. И мы получаем выигрыш в скорости. На этом принципе действуют сгибательные мышцы. А здесь попробуйте сами определить схему действия рычага второго рода. При работе с оружием помните – оружие есть продолжение руки. Изначально в алгоритм работы закладывайте поправки на действия противника. Не оставляйте ему возможности контратаковать. Бросая локоть вдоль тела со скручиванием туловища, вы снимаете себя с выстрела. Принимая автомат к себе, вы создаете рычаг и прилагаете силу, используя туловище и таз. Удар штыком принимается в плоскости с вращением руки. Рычаг создается движением приклада к себе. Посмотрите еще один способ работы в плоскости удара. Отсоединяя магазин, вы страхуете себя и вооружаете. При ударе сверху, вы можете перевести поступательное движение автомата во вращательное, создавая дополнительную точку опоры. Посмотрите еще раз. Работая против вооруженного противника, вы победите, если будете работать короче, чем он. Уходя с линии выстрела, постарайтесь продернуть противника вперед. Подхватывая оружие, проворачивайте туловище, чтобы уйти с линии выстрела. За счет массы пистолет остается в руках после удара. Не останавливайте своего движения. Обратите внимание, рука движется по спирали. Лишайте противника возможности контратаки. Не бросайтесь на противника, который ждет этого. Покажите своим видом, что вы уже сдались и сломлены. Помните, второго шанса может не быть. Используйте в работе уже знакомые варианты. Старайтесь не поднимать локти выше ствола. Фиксируйте действия противника. Помните, работают не с оружием, а с человеком. Удерживать пистолет противника не обязательно. Его можно выбить. Посмотрите несколько вариантов. И обратите особое внимание на уход с линии огня. Субтитры создавал DimaTorzok Имея оружие, вы используете его плоскость, принимая удар, а не отбивая его. Не старайтесь жестко сдержать удар. Перенаправляйте его. Пропуская ногу противника, сделайте небольшое движение на него. Левая рука дает силу на бедро, заставляя противника вращаться на опорной ноге. Короткий импульс силы в опорную ногу противника делает его вращение неконтролируемым. Чтобы мягко принять удар и исключить реверс противника, подсядьте вниз, переправляя энергию удара вверх. Посмотрите несколько вариантов защиты от удара ногами. Обратите внимание, каким образом нужно входить в плоскость удара. Используя то, что противник не может мгновенно остановить удар, сближайтесь с ним и атакуйте. Помните, в момент удара противник, стоя на одной ноге, имеет крайне неустойчивое равновесие. Добавляя к инерционной силе удара свой импульс в правильном направлении, вы легко будете управлять противником, не давая ему остановиться и контратаковать. При защите от удара рукой, пропуская удар, сразу входите в противника по его же плоскости. Посмотрите еще раз. Обратите внимание на момент принятия удара. Посмотрите еще раз. Добавляя к инерционной силе удара. Обратите внимание, как перенаправляется энергия удара. Нанося удар, вы должны учитывать степень повреждения, которое вы планируете нанести противнику. Различная степень воздействия на точки дает различный эффект. Слабый удар может остановить противника, сильный – убить. Удар в кадык наносится снизу вверх под углом 45 градусов. Воздействие пальцем вниз дает сильный болевой эффект. Точка слева от кадыка в так называемом большом треугольнике позволяет при резком воздействии надежно отключить противника. В эту точку можно бить пальцем или ребром ладони под углом 90 градусов. Воздействие на точку на груди может привести к возникновению аритмии. Удар в точку под селезенкой лишает противника возможности вести бой. Удары по подбородку, под корень носа и по переносице являются классическими и очень опасными. По темени и затылку удар можно наносить под углом 45 или 90 градусов. Воздействие на эти точки позволяет контролировать противника. Секущие удары сверху чаще наносятся под углом 45 градусов. Вы увидели некоторые приемы ведения рукопашного боя. Но они дадут гораздо больший эффект при правильном тактическом применении. Не умея взаимодействовать, в рукопашном бою нельзя добиться полного успеха. Рукопашный бой не спорт, где демонстрируется индивидуальное мастерство. Вы видите варианты взаимодействия членов экипажа в рукопашном бою. Обратите внимание на использование элементов, которые вы видели ранее. Продолжение следует... Вы познакомились с особенностями рукопашного боя системы кадр. Изучив эти приемы, вы сможете выходить победителем из схватки с противником, даже не имея оружия, будучи ослабленным или раненым. Не будет являться препятствием для вас и превосходство в численности и силе. Отработанная методика позволяет овладеть азами рукопашного боя примерно за месяц под руководством инструктора. А затем каждый может продолжить тренировки самостоятельно. Рукопашный бой Кадочникова – это неотъемлемая часть всей системы подготовки к выживанию в экстремальных условиях мирного и военного времени. КОНЕЦ КОНЕЦ